Золотого пера У меня их на самом деле два, хотя по статусу можно только один раз в жизни это получить, но вот так случилось, что мне дважды так. Но у меня гораздо больше премий, которые мне не дали. Ну, например, мне присудили государственную премию, а правительство, по-моему, тогда Медведев был, опять еще был Медведев, они сказали нет, не давать. Это была очень стыдная история, потому что меня поздравил Федотов Михаил, он, как это сказать, возглавляет Совет по правам человека при президенте. А в тот момент, мне кажется, он был один из секретарей Союза журналистов. И он меня поздравил, тебе государственная премия, или премия правительства она называлась. Я говорю, не дадут, он говорит, не могут не дать, потому что решаем мы, жюри. А мы проголосовали, все. Через некоторое время им было приказано переголосовать. И для них это был шок. Там Засурский, там Гусев, там какие-то большие редакторы, владельцы крупных холдингов. И вот им было сказано переголосовать. Они переголосовали, и все равно я получил. Тогда мне просто не дали. Жалко было, помню, там миллиона три рублей. Это было бы мне пригодилось. В связи с чем я приехал? В связи с оперным фестивалем, который начался 1 февраля в Казанском оперном театре. Это самое шикарное, что только можно себе вообразить. И поскольку вы здесь живете, вы сами это знаете, и, наверное, даже можете попасть. Вот это все, что я бы хотел сказать. А теперь, если здесь все-таки что-то типа мастер-класс по журналистике, то лучше бы всего определить, какие вопросы интересуют пришедших. Потому что сфера эта огромная, и всяких там тем и проблем очень много. Тем более, что сейчас журналистика в смертельной агонии в России. И вот я подумал так вот, что примерно 0,01% журналистов работают журналистами. То есть 1 из 10 тысяч. Я не знаю, сколько журналистов в России? Наверное, 300 тысяч может наберется. Надо подумать. Ну, в общем, сотая доля процента. 86% как минимум это пропаганда. 86% это такая цифра всем понятная. Это пропаганда, это не журналистика. И, наверное, еще есть там 14% это люди, которые в этой профессии решили ничего не вижу, ничего не знаю, я занимаюсь своим узким делом, ну, скажем, пишу про оперу и все. А журналистика-то в общем, она же очень разная. И главным образом эта профессия, это политическая профессия. И, кроме того, это профессия, которая гарантирует человеку неприятности. Потому что он должен говорить о недостатках. это его долг говорить о недостатках тем, кто за это отвечает, и тем более тем, кто в этом виноват. Ну, и никому же не нравится, когда ему говорят, что ты, мол, в чем-то виноват. Или ты не справляешься со своей работой. Или ты поступил неправильно. Или закон, который ты предложил и заставил принять, это закон плохой. Я думаю, что хватит. Ну, правда, я же все тот же самый, и если будет 10 тысяч кадров, то я все равно тот же самый. А уже, наверное, наверняка, вот, честно. А потому что, я вам скажу, вот, предположим, похороны. И люди хотят скорбеть и думать об усопшем. А перед ними крутятся видеокамеры, и отсюда заедут, и отсюда. И человек начинает думать не о покойнике, а о том, как он выглядит в этой чертовой камере. Я никого не хочу обидеть. Но я на похоронах, я хочу думать вот об этом человеке, а я начинаю думать тут, как я, все, мне хорошо, ладно. Вот. Ну, вот у фотокорреспондентов такая работа. Ловить момент, ловить. Я же не мешал. Ловить. Я не мешал. Я не мешал. Я слышал эти щелчки, и когда их перевалили, число их перевалило за сотню, ну, правда же, ну, куда их девать-то? Я могу потом остаться на фотосессию. Ну, если позвольте тогда, вот, прежде чем... Да, я сейчас расскажу вот эту идею. Значит, это профессия, это долг, это критика. Это точно то же самое, что врач. Он не лезет к здоровым. И не рассказывает людям, как они прекрасно здоровы, как они... Он нужен только больным. Он должен идти в холерный барак. Это его долг. А если ты занимаешься здоровыми, то, прости, ты не врач. А если ты больному говоришь, что у тебя все в порядке, ты прекрасный, ты просто скотина. Ты негодяй. Потому что ты обманываешь. Вот. Ну, и кто же это идет в эту профессию? Только по недоумию. Думая, что там розами усыпано, что ли. Или сознательно, понимая, что будет. И еще есть проблема, с которой я сталкивался на журфаках разных университетов. Очень многие студенты, и не только первокурсники, но даже и четвертый курс, они путают журналистику и пиар. Это совершенно разные вещи. Одно дело, ты людям рассказываешь что-то важное, а другое дело, ты им впариваешь какой-то товар. Независимо от того, это конфета или политика. Если ты продавец, то ты не журналист. Ты продавец этого товара. Как бы он ни назывался. Как бы он ни назывался. Звезда эстрады он может называться. Или губернатором он может называться. Ты его продаешь читателям, зрителям. Тогда, если позвольте, прежде чем зал сейчас, да, вот вопросы будут формулироваться. Поскольку вы на этом сделали акцент, как бы банально не звучало, но никто, естественно, однозначного ответа не дает. Споры идут. Вот буквально на днях опять я слышал, там на радио Вести ФМ, как раз про это уже спорили. Где вот та тонкая грань, когда журналист, может быть, даже вполне интересный и вполне талантливый, вдруг переходит в разряд пропагандиста. Вот вы могли бы это определить? Да, это очень понятный вопрос. Как это так случилось? Вот был Владимир Соловьев, талантливый журналист, а теперь он ужасный пропагандист. Я думаю, его все видели по телевизору. Если нет, поднимите руку, кто не знает, о чем речь. Все знают, о чем речь. Я сомневался, что я расстался с телевизором 15 лет назад. Вот с тех пор у меня телевизора нет. И в редакции МК как-то стоят девчонки, молодые журналистки, и что-то ха-ха-ха. И я подхожу, мне интересно, я говорю, девочки, а что вы смеете? А вот вчера по телевизору... А, ну, говорю, извините. А у вас что, нет телевизора? Я говорю, нет. А как же вы можете быть журналистом? Я говорю, ну, вот как-то пока еще могу. Вот. Итак, процесс превращения крайне редко бывает волшебным. Вот как в сказке. Ударился оземь, Иван-Царевич превратился в серого волка. Это бывает, но очень редко. По большей части это превращение самому Ивану-Царевичу незаметно. Потому что он сегодня опустился вниз только на одну ступеньку. И он, ну, там, ну что, 15 сантиметров, это ничего. И когда он завтра еще на одну ступеньку, а послезавтра, а через год, если так вот посчитать, он спустился на 365 ступенек. Он уже далеко внизу. Но ведь каждый день-то он спускался всего на одну, и он этого не замечал. Ну, так в проституцию сползают, например. Независимо от пола, я хочу сказать. Я помню, это мне страшно понравилось, еще очень давно, в советские времена, я где-то в каком-то журнале прочел слова одного из самых знаменитых фотографов мира. и он прямо и пишет. Я съехал в фотографию, как сползают в проституцию. Сначала я это делал для собственного удовольствия, потом, чтобы доставить удовольствие друзьям, и, наконец, ради денег. И мне это жутко понравилось, и это именно тот самый путь. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Он-то говорил это свободно, потому что его фотографии прекрасны. Просто он рассказывал, как он пришел в профессионалы фотографа. Но, в принципе, это та самая история. Потихоньку, потихоньку. Со мной то же самое произошло. Я в жизни не думал быть журналистом. Я-то журфаков не кончал. Это случилось. Просто случилось. Я, наверное, не ответил на какой-то вопрос. Пауза такая. Да, каждый, видимо, задумался. Где же все-таки начинается вот та ступенька, с которой ты вот... Где та ступенька начинается? Значит, уважаемые дамы и господа, предполагается, что у каждого человека есть совесть. Это такая теория, которая все-таки не математическая. Это не таблица умножения. Это такая, скажем, морально-биологическая теория. А в... В неорганической... Нет, извините. В органической химии, в белковой жизни, там все не совсем по таблице умножения. И поэтому вот эта самая совесть у кого-то есть, у кого-то сильно есть, у кого-то мало есть, а у кого-то, может быть, и нет. Она неврожденная штука, совесть. Когда ребенок рождается, у него совести нет вообще. Он потребитель, ему надо, чтобы было сытно, сухо и тепло. И ничего больше. И он не знает никаких угрызений, он орет и требует свое. А кто при этом не спит, и кто чего, это совершенно... Он даже этого не понимает. Совесть начинает формироваться, и, не знаю, там, где-то лет в 5-6-7. И вполне возможно, что есть условия, при которых она не сформируется. или сформируется в каком-то уродском, зачаточном виде. Но если предположить все-таки, что она есть, то она вам обязательно говорит. Вот это вот ощущение, что, может, не надо. Это совесть. Обычно это очень тихий голос. Особенно тихий в течение дня, когда вокруг люди, машины, товарищи, троллейбусы, не знаю, там, автобусы, работа. Не слышно. Это как зубная боль. Ее днем иногда не чувствуешь. Ложишься спать, и вот тут она тебя достанет. Вот ложишься спать, и совесть тебе начинает говорить, вот это не надо было делать. Вот если вы такое услышали, сразу поверьте, что это так и есть. она никогда не обманывает. Вот это чувство, даже не стыда, а хотя бы малейшей досады, микроскопической досады, вот микроскопическое недовольство собой, вот это оно и есть. И если ты это услышал, вот поверь, что это тебе сказали правильно, и немедленно перестань вот так делать. Потому что, если ты отмахнешься от этого шепота, он завтра может не прозвучать, или он станет еще тише. Ну, это, конечно, может быть, и неуместно тут про совесть разговаривать, надо про секреты мастерства, а с другой стороны, меня спросили, как вот так? А молодым журналистам, ну, какая-то девчонка у нас стала работать в МК, очень способная. Она пришла еще, была, по-моему, на втором или на третьем курсе, стажеркой пришла в газету, и за меньше года 200 заметок напечатали. Просто, она работяга. Вот. И как-то раз она мне сказала, а вот мне сказали, вот это вот написать, а мне так, это самое. Я говорю, ну, и так надо отказаться. Ну, как же я могу отказаться, я же никто. Ну, в смысле, она имела, ой, нельзя трогать. Она имела в виду, что ее статус, низенький, начинающий, только что, не дает ей возможности сказать начальнику, предположим, заместителю главного редактора, нет. Я говорю, не надо говорить нет. Надо открыть глаза вот такие и сказать, а вы хотите, чтобы я врала? И посмотрите, что он скажет. Ну, уже интересно. Вы же не говорите нет. Вы просто изумляетесь и говорите, неужели вы хотите, чтобы я врала? Он найдет другого. Ну, вот в 90% случаев главред скажет, ты свободен после этого. опасения нет. вы простите меня. Ну, если он так скажет, значит, надо идти искать другую работу. Ну, или соглашаться. Ну, это, господи помилуй, это каждый день происходит. Человеку что-то предлагают, и он должен согласиться или отказаться. А вот вы сами... Я сейчас доскажу. Как только вы отказываетесь, вы становитесь сильнее. Как только вы соглашаетесь, вы становитесь слабее. Как только вы встали на колени, обратно подняться почти невозможно. И вот вам притча, тоже одна из самых моих любимых. Это в Индии, конечно, это какой-то брахман встал на горе, там, в Гималаях, и перестал есть. И простоял так год. И сила его настолько выросла, вот он стоит целый год, не ест ничего, только сила его настолько выросла, что он перестал пить. И простоял еще года три. И могущество его стало высочайшим, и он перестал дышать. И когда вот так вот, без еды, без питья и без дыхания он простоял несколько лет, сила его стала такая гигантская, что боги забеспокоились, что он скоро станет сильнее их. И послали женщину, она его сбила с пути. Но она перед ним повертелась, и он отвлекся. Вот. Я это к тому, что как только вы отказываетесь, вы становитесь сильнее. Это безусловно. А сами вы получаете редакционные задания, ну, как ведущий журналист, или вам дана полная свобода выбора? И были ли случаи вашего отказа от задания редакции? Были случаи отказа, а были случаи согласия. Я вам отвечу, как это делается. Во-первых, действительно, по большей части никто мне заданий не дает. Например, главный редактор мой узнал, что я в Казани, потому что я написал заметку про оперу «Набукка». Вот, я думаю, он удивился и выложил ее на своей странице в Фейсбуке. Когда я это увидел, что он ее выложил, я понял, вот теперь он знает, где я. Хорошо. Задания формулируются по-разному. Это может быть в крайнем случае приказ, а в другом крайнем случае, в противоположном, просьба аккуратная, осторожно. И это большая разница. Как сформулировать? Можно сказать журналисту «Слушай, ты не хочешь написать вот про это?» Это очень приятный вопрос. «Тебе предлагается свобода. Хочешь или нет?» «Если тебе скажут напиши про это?» «Да, пожалуйста». Я работал в лучшей газете планеты тогда, это был 87-й год, «Московские новости» у Егора Яковлева. Эта газета была вот центр внимания всего мира тогда. В СССР перестройка, «Московские новости» это просто вот суперзвезда, цитировали бесконечно, и люди на улице стояли, чтобы читать газету. На площади Пушкина приезжали специально к нашему стенду, и мы в окно видели, как стоит толпа и читает нашу газету. А почему приезжали? Потому что подписка на нее была закрыта, в розницу поступали какие-то единичные экземпляры, «Московские новости» неважно, что-то я хотел сказать. Сейчас, простите. А, и вот, Егор Яковлев, любимый главный редактор, говорит мне, что некий человек, его друг старый, снял какой-то телефильм, и вот напиши про это. Я думаю, ну и ладно. Я написал. Егор прочел, сказал, ну ты сволочь, ты хочешь меня с ним поссорить? Я говорю, нет, вы же попросили, напиши. Вы же не сказали мне, что я должен похвалить. Вы мне сказали, напиши про этот фильм. Я написал. Он напечатал. Егор напечатал. И, конечно, у него был скандал с его другом, потому что я про этот фильм, ну что-то такое документальное. Я написал, что это лицемерная штука. Лицемерная. Что не надо нам цитировать, извините, Гамлета. А там, знаете, как была цитата очень интересная. Это из гамлетовского монолога «Быть или не быть». И там есть такие слова. «Мириться лучше с незнакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». И это аргумент для всех, которые говорят, ну, надо оставить эту власть, знакомое зло, чем бегством стремиться к незнакомому. это очень понятно. А эта позиция приобретает особый вес, потому что это же Шекспир, и это герой, Гамлет, говорит. И это, в общем, довольно подлый прием. Потому что если вы откроете монолог «Быть или не быть», вы прочтете там так. Гамлет говорит. «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Так всех нас в трусов превращает мысль. И вянет как цветок решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавший успех, и начинание воздвигшееся мощно теряет ими действие. Гамлет говорит «Мириться лучше с знакомым злом», чтобы сказать «это позиция отвратительная, это позиция труса». Но выдернутая из контекста она превращается в шикарный аргумент. Вопрос есть? Вот по косиной в лоб как-то не спросили, но возникает такой вопрос. Может быть проблема вот с главными редакторами, кто сегодня возглавляет медиа, как случилось так, что эти люди принуждают, вот вы приводили пример блестящей ситуации, когда несмотря на внутреннее может быть неприятие вашего материала, он опубликовал. Это не один такой случай. Сегодня по большинству своему редактору принуждает. Сейчас скажу. Я привел в пример Егора Яковлева. Значит, это не единичный случай. Вот я работаю в газете МК, главный редактор Павел Гусев. Я натыкаюсь совершенно случайно на номер литературной газеты, где на первой полосе литературка выходит А2, вот понятно, да, формат? Большой формат. Вот. И на первой полосе, половину полосы занимает портрет Сталина, и титр такой, шапка, другого Сталина у нас нет, что это значит, я не знаю, а под этим портретом стихи, восторженные стихи. Ну, я начинаю, во-первых, мне это не понравилось, я начинаю смотреть, и, боже мой, Владимир Высоцкий, товарищ Сталин, за какой-то год, я смотрю, ему было 14, в 2010 году, когда Высоцкий давно в могиле, печатать его стихи детские, мальчиковые, и там же не написано, что ему было 14 лет, понимаете, да, вот Сталин и вот Высоцкий его прославляет, 56-й год получается, да, почему, почему 56-й, 51-й, это 52-й, 51-й, он, 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 он 38-го, значит, ну, 51-й, 52-й, Сталин еще был жив, какой 56-й, 56-й, это уже 20-й съезд, я озверел просто, я сказал, я про это напишу, кому-то я сказал, просто обмолвился в редакции, потому что я с этой газетой не мог расстаться, там мне очень смешно, как она ко мне попала, это не для печати, машинистка, одна из машинисток редакционных, ездила с мужем на рыбалку, засушила там этих лещей, и говорит, а вот тебе два леща, или три там было, а завернуто в газету, я разворачиваю, бух-бух, вот это вот судьба, видите, она же вот все как бы как по заказу, вот начинаю заниматься Пушкиным, и на меня валятся сами потрясающие вещи, начинаешь заниматься Чеховым, как только ты чем-то начинаешь, тебе как будто дорогу открывают, и вот мне говорят, Гусев не напечатает, потому что они с Юрием Поляковым, они дружбаны, ты вот иди и скажи, я говорю, я не буду спрашивать, и вот я об этом вам хочу рассказать, я написал, и Гусев напечатал, как они там ссорились, смирились, меня не интересуют, но я точно знаю, что если я был такой бы дурак, что я пошел бы к Гусеву и сказал бы, вот я хочу написать, какое безобразие напечатала литературка, он бы сказал, слушай, не надо, я с Поляковым в дружбу, ну не надо, ну зачем, ты меня опять с кем-то ссоришь, все, потому что, когда вы спрашиваете, можно ли, вы делаете две ужасные вещи, во-первых, вы перекладываете ответственность, вы задали, можно я это сделаю, и человек, который скажет можно, значит, он на себя взял эту ответственность, а зачем, она ему, ни одному еще какой-то не хочется, второе, когда ты спрашиваешь, можно ли, в самом этом вопросе есть информация, что ведь это, наверное, плохо, это, наверное, опасно, из-за этого будут неприятно, а иначе что спрашивают, можно я напишу, что хорошая погода, пожалуйста, а можно я напишу, что министр ворует, и вот он должен сказать да, а зачем ты его спрашиваешь, зачем ты перекладываешь ответственность, ты же журналист, ты взрослый человек, ты считаешь это правильным и должным, напиши, и когда перед редактором будет текст, тут уже как бы поздно говорить, а кроме того, вы уж меня извините, бывали случаи, ничего хитрого, если редакция не печатает твою статью, ты в полном праве отдать ее в другое место, и такие случаи тоже бывали у меня, и не так уж и давно, если по некоторым причинам статья не может быть опубликована, а мы же живем не в идеальном мире, а в реальном, ну, значит, не может, значит, не может, тогда тащишь ее в другое место, но ты ее несешь туда совершенно спокойно, у тебя же ее работодатель не взял, ты хозяин, что с ней делал, вопрос, да, пожалуйста, я, к вопросу о большом портрете Сталина в литературной газете, конечно, интересно, как сам Поляков относится, печатать такие вещи, но самый главный может вопрос для меня, я никак не могу понять, вот по всем вопросам 60% населения говорит, что это после 25-летней ликвидации главлита, после перестройки, после какого-то тонны, так сказать, материалов антисталинских были напечатаны в народе, и все равно 60% и в том числе много молодежи считает, что самый эффективный менеджер это Сталин. Получается, сейчас я докончу, да? Получается, что если бы сегодня прошли выборы, например, 18 марта, был бы Сталин на воскресший, он бы выиграл выборы, то есть люди-то, несмотря на все усилия СМИ, печати, так сказать, огромное количество пострадавших, все равно народ, вот идеализация колоссальная, откуда это? Я попробую ответить, потому что это целый комплекс проблем, то, что вы сказали, подожди, вы сказали в конце вашей речи, что если бы выборы были сегодня, выбрали бы Сталина, такая у него сейчас популярность в народе, у него сейчас такая именно популярность, что он не конкурент на выборах, его имени не будет в бюллетене, а если бы он был жив, то машина пропаганды его бы стерла, и вам бы говорили, не про то, какой он эффективный менеджер, и какой он победитель, а какой он негодяй, кровопийца и людоид, говорили бы каждый день с утра доныш, если бы он представлял собою реально существующего вот сейчас конкурента на выборах, вот Горудинин возник, вырос энтузиазм мгновенно, люди увидели мужика, ух ты, вот, что стали делать с ним на всех каналах, что с ним стали делать, а вот откуда у вас деньги, он что, украл, покажите уголовное дело, почему вы не спрашиваете Жириновского, вы, те же самые ведущие, почему, когда перед вами Жириновский, вы не знаете ему вопросы про счета, где, и чем он-то заработал, не работавший уже 40 лет нигде, и имеющий огромные богатства, квартиры и всякое такое прочее. Второе, когда вы говорите, вот, куча материала, тра-та-та, тра-та-та, это куча материала, появилась сначала в 56-м году, когда был 20-й съезд, разоблачение культа личности, потом эта куча материала, еще большее, документальное, появилась в 87-м, когда гласность началась, потому что, когда Горбачев пришел в 85-м, не в первый день гласность-то началась, она там сначала была ускорение, компьютеризация, до гласности дошла не сразу. Так вот, конец 80-х, начало 90-х, это то время, когда на граждан России обрушивалось огромное количество информации о лагерях, о репрессиях, о том, и что. Сегодня, когда вы говорите, молодые, их тогда на свете не было. Сейчас молодые, это те, которые родились в конце 90-х. В конце 90-х, когда эта волна давно прошла. И они росли, вот эти дети, которые родились в конце 90-х, и которым сейчас 20 лет, они росли совершенно не в атмосфере 20-го съезда, и не в атмосфере перестройки и гласности. Они росли совершенно в другой атмосфере. Это раз. И я очень сомневаюсь, что родители, которые хоть что-нибудь еще про это помнят, или дедушки и бабушки, пристают к своим 14-15-летним внукам, а вот почитая про Сталина вот это. Я очень сомневаюсь, я такого не встречал. Таким образом, сейчас выросло поколение, сколько Путину власти 18 лет? 18 лет. Значит, выросло поколение и даже уже, можно сказать, два. Потому что ребенок начинает что-то такое понимать про общество лет в 10. и вот если ему было 10 в 2000-м, когда Путин пришел к власти, он начал сознавать общественное устройство, когда уже Путин у власти. А сейчас этому существу 28, у него уже самого дети. И он вырос как сознательное существо, когда Путин всегда. всегда. И мысль о том, что вот это надо сменить, она очень странная. Странная. Почему все говорят, что необходима сменяемость власти? Даже если у власти хороший человек, необходима сменяемость, потому что и так да. Что? Я слышу, хорошо. Люди, которым 60, они же тоже за Сталина. те же 60%. Хотя вот этот вал материалов они на себе испытали. Те люди, которым за 60, вы за Сталина? Извините. Вы против. Вам сколько, простите? Значит, вы против. Вы за Сталина? Против. Ну и что вы говорите-то? Нет, простите меня. Как это? Вы там были, вы с ними говорили. Из Нижнего Тагила вам дали то, что выгодно. Вы там не были. Разговор может быть длился три часа. И в разговоре участвовало 300 человек. А потом кто-то, редактор называется, сказал, вот это в эфир. Из от трех сот человек и от трех часов осталось 15 секунд. Как с этой цитаты из Гамлета вырезаешь и все в порядке. Гамлет за тебя и Шекспир за тебя. И Нижний Тагил за тебя. И все за тебя. Вы считаете, демократизация в России возможна? Значит, я вас умоляю. Почему нет? Почему нет? В настоящих условиях есть препятствия, хотя мне слово демократизации не нравится, но есть условия для возвращения в более-менее нормальную жизнь. И это очень трудно сейчас доказать, что вот эта жизнь, она в некотором смысле ненормальная. Но у нас есть наглядный пример. И я очень предлагаю всем журналистам этот пример использовать вот хоть каждый день по 10 раз. Как вам каждый день по 10 раз сообщают курс доллара. Что для меня загадка, потому что я не представляю себе человека, который ориентируется на радиосообщение, вот курс и что? Ну погоду тебе говорят, ладно, тебе надо выйти на улицу. Но человек, который хочет купить или продать доллары, это не все население, но всему населению каждые полчаса это говорят. Я не очень... не морожите голову, пожалуйста. Ну просто не морожите голову. Цена в магазинах не меняется каждосекундно, не меняют там эти сотые доли процента, нет. Вот. Что ты хотел сказать? Про демократизацию все-таки. Да. Возможно ли процесс? Вот. Есть пример. Возможно. Есть потрясающий наглядный пример. вот лучшего примера я не знаю. Ну понимаете, вам когда говорят, я боюсь, это чужой телефон, ладно, вот. Спорим, польется вниз? Есть желающие поспорить? Ставлю миллион за то, что польется вниз против 10 копеек. Никто не хочет. Понятно, да? полилось вниз. Убедительно вот оно работает. Никогда вверх, всегда вниз. А вот теперь дайте я договорю. И все-таки сообщу вот этот нагляднейший пример, который может пользоваться свободно, совершенно свободно любой журналист, любой, любого города в любое время. Корея. На корейском полуострове живет один народ. Это одна национальность, один язык, одна история, практически один климат, ну, чуть севернее, чуть южнее, копейки. Итак, язык, история, кровь, все, все одно. В Северной Корее славят вождя и едят траву, а из Южной Кореи телефоны у нас, автомобили корейские, заполонившие не только нас, но и Америку, в Америке покупают корейские автомобили. Значит, в чем же разница? Это те же самые люди. Если сюда привезти корейцев, одетых одинаково, вы по ним никогда не узнаете, кто из Северной, кто из Южной. Есть только по рабским глазам можно. В чем разница? Очень просто. В Южной Корее президенты попадают в тюрьму периодически. В Южной Корее выборы регулярно, и премьер-министр там попадает в тюрьму, и президенты там попадают в тюрьму, и не раз уже так было. да, воруют высокие начальники, но их сажают. А в Северной Корее несменяемость власти уже много лет. Там царствует династия, от отца к сыну передается абсолютно невероятная власть, просто невероятная. у нас ничего подобного нету, что там в Северной Корее. Когда нам говорят, что мы в Северной Корее, нет, несравнимо, просто несравнимо. Вот я бы не успел рта раскрыть, как меня слушатели в Северной Корее уже бы разорвали на части физически. И вот там то, что вы называете демократизация. Я надеюсь, что я увижу, как это будут пытаться сделать, потому что сделать это будет очень сложно, невероятно, даже непонятно как. Потому что когда Германия объединилась, западные немцы оторопели, им казалось, что вот сейчас просто убрать стену и будет язык один, нация одна, все, ну подумаешь, несколько лет были эти в капиталистическом лагере, эти в социалистическом. Колоссальные проблемы до сих пор остаются. Менталитет другой у восточных немцев, многое другое, работают хуже, много, 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 не буду сейчас перечислять, чтобы не отвлекаться, а там это просто разные планеты. И вот что интересно, вы, наверное, знаете, потому что про Северную Корею сейчас много говорили, что там есть стена, там построена огромная стена с колючей проволокой, которая не дает северным бежать в южную, а когда они пробуют, они застревают, их стреляют, все такое. Ну, поднимите ручку, кто знает, когда она построена и зачем? Эту стену построила Южная Корея, потому что она построена тогда, когда люди из Южной Кореи бежали в север, там было лучше, Советский Союз их кормил, а Южная Корея подыхала в разрухе, потому что американцы не хотели их кормить. И Южная Корея построила эту стену. Вообразите себе, это сейчас никто не знает, вот напишите в своих газетах, откройте, не знаю, интернет, наверное, это есть там где-то. А теперь наоборот, та же самая стена работает в другую сторону. вот как изменилась жизнь, грубо говоря, на наших глазах, за полвека радикально. Добрый день, если позволите, давайте вектор дискуссии немножко в другую. Пожалуйста, от вас зависит. Да-да-да, вот в связи с вашим приездом на Шаляпинский оперный фестиваль, хотела уточнить, насколько вы вообще знакомы с театральным пространством Казани, насколько, может быть, вам известны новые течения, предположим, театр-угол или еще какие-то такие современные, и ваш взгляд, вот, все-таки из столицы, есть ли у нас налет провинциальности все еще сохраняется, или уже нет такого? Я ответить не могу, потому что театры Казани мне очень мало знакомы. Оперный, да, и то в смысле вот этих фестивалей. Балет, я не балетный, я хожу иногда на балет, иногда, но я не балетный критик, я даже не пытаюсь об этом писать, потому что это профессионалы пожмут плечами. Что касается драматического театра, то да, я профессиональный, но я же, когда сюда приезжаю, я не попадаю, только если вот свободный вечер от фестиваля, я могу увидеть какой-то драматический спектакль. Я видел пару раз без особого удовольствия, и я бы даже сказал, совсем. Вот. Но это не значит, что это Казань. В Москве 90% как минимум театров, где удовольствие получить, это очень сомнительно. Хорошего везде мало. Я в Москве очень много хожу в театр, я думаю, раза два в неделю, уж точно, но при этом я хожу в избранные театры и на избранные спектакли, потому что я точно знаю, куда иду, а когда я экспериментирую, то иногда очень неудобно, но приходится уходить, не дожидаясь конца. и поэтому дело не в Казани, не в провинции, а только в одном. Это талантливо, замечательно, или это бездарно, а еще и бывает отвратительно. И если кому охота, в Ленкоме Богомолов поставил спектакль по роману Достоевского «Идиот», спектакль это назывался «Князь», и я пришел, это был шок, просто шок. Я ведь до тех пор, Богомолов, Богомолов, я слышал, скандальные какие-то постановки, но я не видел. А тут я пришел на спектакль по Достоевскому, это был какой-то беспредел. И я, честно говоря, не досидел, хотел в Антракте уйти, а меня уговорили остаться. И я остался на второй акт, а во втором акте кто-то сказал, и вот Настасья Филипповна пишет записку князю Мышкину кровью, менструальной. Ну, я подумал, ну и хватит с меня. Это не значит, что я шокируюсь от слова менструация. Это совсем нормальное явление. но когда вот так, когда героиня Достоевского пишет письмо герою Достоевского, это мне не нравится. Я написал от злости, написал, я не собирался писать, но меня так это разозлило, что я написал заметку «Модный идиот». И вот своими словами там все это сам я сказал. Был жуткий скандал. Мне понравилось, как мне ответила и Ксения Ларина, и сам Богомолов. Они назвали меня каким-то, ну просто, какими-то чудовищными словами, но ничего. И что это якобы донос. Здрасте. Если ты написал, что тебе спектакль не нравится, это донос. Я же не призывал никого сажать в тюрьму за измену Родине. Вот. И что мне понравилось, очень быстро после этого Клинком снял спектакль с репертуара. У, думаю, как интересно. Все-таки вот работают иногда. Да. И Марк Захаров мне звонил. А больше всего мне понравилось, что мне передали слова благодарности от актера который в этом спектакле играл одну из главных ролей. Потому что Богомолов-то когда меня поносил, он говорил, вот, артисты были счастливы. Я же видел по их лицам, что им стыдно. Просто стыдно, ужасно эти вещи говорить. Короче говоря, вопрос был про театры Казани и мой ответ такой, вы здесь живете и вам виднее, где есть талантливые спектакли, где их нет. Если бы я здесь прожил месяца два и посмотрел бы, да хоть бы 10 дней, но каждый день спектакль. Ну, можно было бы. Я вот помню, конечно, это не мастер-класс, когда человек рассказывает байки, но я помню, как меня послали выбрать спектакль для фестиваля всероссийского в Якутск. и мне сказали, поскольку фестиваль будет в Хабаровске, там не будет перевода синхронного вот этого наушниках, поэтому либо балет из якутской театра оперы и балета, либо из театра русской драмы. А в Якутске театр оперы и балета и русская драма. Я пошел, посмотрел этот балет, это был ужас. На следующий день меня пригласили к первому секретарю якутского вот этого, ну, тогда был КПСС, и вот то, что сейчас называется губернатор, а тогда это был первый секретарь крайкома или обкома, да, вот. И я захожу, и он, и сидит там директор театра оперы и балета, и они оба злые, как собаки, а я же командированный из Москвы, из Министерства культуры, чтобы отобрать спектакль, и вот я ушел в Антракте. И они злые, как собаки, и меня спрашивают, а что это вы ушли? Я говорю, простите, а у вас во втором акте играл другой оркестр? Потому что в Антракте я голову свесил в оркестровую яму и спросил скрипачку, первую скрипку, спросил, а как вам вот эти валторны? Она говорит, вы знаете, я стараюсь играть погромче, чтобы их не слышать. Понимаете, да? Скрипка старается пилить погромче, чтобы, не дай бог, вот эти валторны не слышат. Ну и хорошо. Пришел я в русскую драму. Это группа алкоголиков, шатающихся, бессмысленных, позор невероятный. Я в гостинице сижу, мне улетать на следующий день, приходит парень и говорит, а вот посмотрите мой спектакль, возьмите меня. Я говорю, а вы кто? 20 театров. Он говорит, тюз, я тюз, театр юного зрителя, якутский. Я говорю, нету. Он говорит, да, наш театр провалился в мерзлоту и утонул. Ну, подтаяло и ушло. Но мы спасли декорацию, я вам готов показать. Я говорю, если покажете мне хотя бы 20 минут, ну, я не могу не глядеть. И он договорился с этим оперным театром, что они ему разрешат повесить декорацию и они мне покажут 20 минут. Они ее вешали полдня. А им повезло и мне повезло, потому что была адская пурга, минус 50, а когда холоднее, чем минус 45, туман. Вообще нелетная совсем погода. Ну, и мы сидели и квасили там коньяк. главный режиссер этого тюза, утонувшего в мерзлоте и директор этого тюза. И только каждые 15 минут он бегал. Ну, повесили, наконец повесили, пришли в зал. Как началось, знаете, вот восторг невероятный. Они поставили спектакль по Айтматову, если кто знает, такой был писатель, уже покойник, по-моему. И повесть называлась «Пеги-пес, бегущий краем моря». Это история вот этих вот северных поморов, по национальности я не помню, якута ли они, не уверен, но неважно, это не имеет никакого значения. И там старик, два его сына и сынок одного из этих, то есть дед, его дети и ребенок одного из этих братьев отправляются на лодке на промысел. Падает туман, воды, еды почти нет и старик уходит, ну, чтобы на него не тратили. Извините. И потом оба взрослых мужика то же самое, чтобы оставить ребенку воду и еду. А вот туман развелся и его принесло к берегу. все покончили с собой ради мальчика. И вот я сижу в портере на сцене, вот представьте, что вы в портере, а на сцене носом к вам рыбацкая лодка. Они туда залезли, их на канатах подтянули, от сцены оторвали и как качнули. и она надо мной и шум этих волн и лодка у тебя прямо над головой пролетает, впечатление обалденное. И там еще, еще, я обалдел. Я приехал в Москву и стал умолять, чтобы взяли на фестиваль этот спектакль. А он на якутском языке. А мне говорят, нельзя. Я говорю, вот клянусь вам, вы не пожалеете. В советское время Министерство культуры. Ну и ладно, они с каким-то вот с ожесточением, ладно, включим, рискнем. Когда они включили, я написал письмо главному режиссеру. Андрей, у тебя спектакль, как ты мне сказал, идет два с половиной часа. Вот оставь час двадцать. Без антракта. Вычеркивай все разговоры, их никто не поймет. Без перевода. Как только у тебя на сцене актеры начнут по-якутски разговаривать, тебя возненавидят вся критика, потому что они будут сидеть и вот это вот ждать. Убирай все разговоры, оставь только вот эти вот сцены. И вот он послушался. Первый приз за режиссуру, первый приз за художника, первый приз за главную роль отправили их на фестиваль в Тбилиси госпремия СССР и гастроли в Америке. И Андрей стал министром культуры Якутии. Вах! Вот это вот у меня, если бы были эти нашивки за победы, вот я считаю, это вот лучшая в моей жизни история. Чумовая история. Но он приводил эти передачи. Может быть. Пожалуйста. Вот про фестиваль, вы в самом начале своего мастер-класс сказали, что это самое шикарное, если не ошибаюсь, что можно себе вообразить. чем конкретно вас поразило, что это то, что вы могли бы себе вообразить? Ну, вот завтра будет порги и бес. Это поразительно, потому что нигде больше порги и бес в России не увидишь. Потому что Гершвин написал завещание, или как это называется, в общем, авторское право его зафиксировано, что только черные должны петь порги и бес. Поэтому в СССР нельзя было поставить, и сейчас нигде не поставят. А ваш театр привозит черных солистов. Вот они будут завтра петь потрясающе. Я когда это три года назад, по-моему, порги и бес была на фестивале. Немножко другой состав, но тоже черные артисты. Фантастическая штука. А ведь больше нигде не услышишь целиком-то. Все только знают два хита из этой порги и бес. Спи мой бэби. Там что-то такое. Сладко-сладко. Или это кинофильм цирк, который мог позаимствовать мелодию Гершвина легко. Вот. Голоса потрясающие. Вчера был регалетто. Вот пела девочка «Венера». 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 Ангельский же голос совершенно невероятный. Я слушал, как она поет и думаю, боже мой, она еще не в Москве, ее еще не высосали отсюда. Потому что Москва по всей России вытягивает таланты. Почему, думаете, в якутской драме алкоголики бродят то же самое в Тувинской, просто никудышные? Все, что мало-мальски талантливое, высасывается в центр, центр, центр. А там остается, что попало. Так устроен театральный мир, во всяком случае, во многом так. Давайте вопросы по профессии. Ей-богу, а то сейчас уже мы час с вами здесь, а я какие-то рассказываю. Давайте, да, время у нас вы сказали, что вы не смотрите телевизор, вот я тоже его не смотрю. Как вы думаете, в будущем кто-то это будет делать? И что будет? Скорее телевизор уйдет в интернет или на телевидение профессиональное придут блогеры? Можно ли еще добавить, просто у нас на журфаке всегда задают эти вопросы, они актуальны. Есть ли будущее, опять же, у печатной журналистики? Даже здесь в зале у нас больше присутствуют электронные СМИ. Пожалуйста, спасибо. Это колоссальная проблема. И вопрос про телевизор это только фрагмент этой проблемы. Про телевизор я скажу то, что думаю, а по-другому мне никак нельзя. Потому что, если я вам скажу одно, а потом вы прочитаете у меня другое, вы подумаете, зачем он врал-то? Телевизор это отвратительно. недаром его в Америке назвали ящик для идиотов. Это название пришло из Америки. И там очень простое правило в кино. Если на экране, вот человек пришел в кино, американец, американка, вот они пришли в кино, и на экране человек смотрит телевизор, персонаж фильма. это значит немедленно как знак, что либо он идиот, либо будет идиотом. Вот все. Никаких вариантов. Вы разговариваете с человеком, который против телевизора очень много боролся. Написал я кучу заметок. Некоторые заголовки даже мне очень нравятся. Например, огнетушитель искры Божьей. Вот. Или один из членов вашей семьи негодяй, потому что он стал членом семьи. А что он показывает? А что он говорит? Кто-нибудь из нормальных людей позволяет себе дома при детях говорить то, что говорит телевизор? Это я бы очень удивился. Похобение вот это. Главный текст, который я вообще в своей жизни написал, пусть это будет мастер-класс, кстати говоря. Главный текст, который я написал в своей жизни, называется «Под властью маньяков». Найти его очень легко. МК Минкин под властью маньяков и будет вам. Ни один мой текст не проходил так тяжело в печать ни в СССР, ни в России после СССР. Это было невероятно трудно опубликовать. Но это было невероятно трудно и написать, потому что я хотел написать убедительно. А есть такая штука, может быть, она и до сих пор есть, но тогда была «Гэллоп-медиа». «Гэллоп-медиа» это структура, которая изучает спрос. Грубо говоря, «Гэллоп-медиа» публикует рейтинги, а на рейтинге ориентируются рекламодатели. Рекламодатель смотрит, вот у этого канала там 10 миллионов зрителей, вот у этой передачи 10 миллионов зрителей. Да, мы даем туда рекламу и заплатим дорого. Вот у этой передачи тысячи зрителей, они вообще нас не интересуют. Ни копейки рекламы мы туда не дадим. И эта передача подохнет. Она же не получает денег. А та передача, которую смотрят миллионы, она приносит каналу дорогую рекламу. И вот так оно и идет. Поэтому контент, содержание, программ, это то, что по мнению руководителей канала усадит к телевизору много зрителей. И тогда они скажут, вот минута стоит 10 тысяч долларов или 50 тысяч долларов. Вот так это работает. А как это работает? А это работает так, что Gallop Media устанавливает в квартирах некоторых людей такие, они называют это people meter. Вот. People meter это такой приборчик, который подключен к вашему телевизору и который сообщает какую, какой канал вы смотрели, в котором часу и как долго. И вот на это идет ориентир. Вот оттуда и публикуются потом рейтинги там. Доля, рейтинг, доля, рейтинг. И вот все эти обозреватели телевизионные пользуются вот этими данными. Я пришел в Gallop Media потому что я хотел две вещи. Ведь как они делают? Роздаются звонок в дверь. В квартиру. И если вы открыли, то человек говорит, я представитель Gallop Media, мы проводим важнейший опрос, от которого зависит, что будут смотреть жители России по телевизору. Не согласились бы вы принять участие в этом опросе, который окажет потрясающее влияние, то есть у человека сразу они стараются поднять самооценку, он решает. И если он сказал да, ему задают какие-то там вопросы, он на них отвечает так или иначе, а в конце ему говорят, если вы не против, мы бы установили у вас вот этот вот аппаратик, а если вы будете вот им аккуратно пользоваться, а как пользоваться, значит, ты включаешь телевизор, нажми кнопку, вот эта кнопка папа, мама, бабушка и сын, если в квартире 4 человек, 6 будет 6 кнопок, потому что если двое смотрят, будет 2 нажата, понятно, да, чтобы информация была, вот эту программу смотрели двое, там смешнее были вещи, например, старушка одна смотрела порно по ночам, это мне Гэллоп рассказал, они очень засомневались, что же это такое, ей там 90 лет, но они пошли что-то такое аккуратно выяснять, оказалось, пацан, ему 15 лет, он бабушкину кнопку нажимал, когда никто не видит, и под вот этой самой, под маркой бабушки и таращился, и вот, я и говорю, Гэллоп, а дайте мне анкету-то посмотреть, а знаете почему, я вынужден был просить, потому что первый вопрос, да и сейчас почти у всех опрашивальщиков, может вы замечали, а может нет, первый вопрос, вы имеете отношение к средствам массовой информации, если вы говорите да, спасибо, до свидания, разговор прекращается в ту самую секунду, как только вы признались, что вы относитесь к журналистике, хоть каким-то боком, и вот я и говорю, дайте мне анкету, ну это неудобно, я удивился, что мне отказали, хорошие отношения, все, они же не знают, что я их ненавижу, и я им этого не говорил, вот, нет и все, нет и все, я позвонил своему другу, который очень влиятельный журналист, главный редактор большой швейцарской газеты, а Галлоп-то по всему миру работает, в Америке, в Европе, у нас, да будь мне анкету швейцарского Галлопа, они все одинаково работают, нет проблем, через неделю он позвонил, ты знаешь, это не так просто, проходит еще какое-то время, он мне звонит и говорит, слушай, я все-таки нашел, как это сделать, я знаю одну девушку, у которой очень хорошее отношение с одним очень серьезным человеком из Галлопа, уж ей-то он точно не откажет, совершенно было понятно, что там какие-то любовные отношения, через месяц он мне звонит и говорит, это невозможно, то есть даже эта любовница Галлопская не сумела добыть, я добыл, уж не знаю какими путями, но я добыл, больше того, мне удалось даже поговорить с человеком, у которого такой прибор стоял дома, а я очень сомневаюсь, что у кого-то из вас такой прибор стоит, это для меня было бы удивительно, неужели есть? Нет, нет, вот и нет, итак, мне удалось с ней поговорить, не буду пересказывать текст, захотите, прочитайте, он большой, называется под властью маньяков, это про тех людей, у которых стоит вот эта хрень дома, и чей выбор в результате определяет контент, в общем, это люди ущербные, психически не очень, успеха в жизни нет, друзей нету, а вам же подарят, если вы год продержите этот прибор у себя, вам подарят кофеварку и сервиз, а еще год продержите, подарят стиральную машину, то есть стимул есть, и вот женщина, с которой я разговаривал в редакции МК, она мне рассказывает, что вот это был другой муж, а теперь вот вот это, я говорю, а что вы, а он не хотел этого прибора, она развелась с мужиком из-за того, что он не хотел этого прибора, ну, вообще вообразите, и вот ее нажатие кнопки и отправляет информацию, что предпочитает население России, ни у одного академика не стоит такой прибор, ни у одного доктора наук, ни у кого из вас, я не знаю, лично, вот кроме той дамы, чуть не сказал, значит, у кого он стоит, у каких-то бомжей, но их выбор определяет вот это все, а потом вы говорите, возможно ли, да возможно, читали, может быть, эту обитаемую остров Сругацких, вот они мечтали взорвать башню, башни, которые вот, Останкинскую башню ненадолго закрыть, переформатировать, и наступит другое, хорошо, с телевизором все плохо, а тогда что с блогами? Это ваша жизнь, блогов так много, что каждый теперь выбирает себе, что читать, кого читать, наверное, это плюс какой-то, не бывает плюсов без минусов, минус здесь совершенно определенный, количество этого товара невероятно, и никакой нет редактуры в том смысле, что нет никакого фильтра, ну, хочешь написать слово из трех букв, ну, напишешь из трех, хочешь написать из четырех, напишешь из четырех, ну, как на заборе или в лифте, там же редакторов нет, и что хочешь, то я написал, какие-то вещи вдруг выскакивают в топ и шокируют почтенную публику вот эти вот батлы рэперов, и почтенная публика к этим баттлам отнеслась чрезвычайно высокомерно, тем более, что там у одного из них псевдоним гнилой, а как, гнойный, извините, я был шокирован, умные люди прицепили, в том числе Дима Быков, он все гнойный, гнойный, подожди, горький, Максим, тебя не смущает? Ну, это же псевдоним, мало ли, что двигало человек, вот, и я даже в МК напечатал текст этого самого гнойного, и сказал, уважаемые читатели, да вы посмотрите, это суперский парень, у него, он знает философию, он знает мифологию, у него такой насыщенный текст, ни одного матерного слова, я выбрал, конечно, без мата, потому что мы не можем мат публиковать, но я выбрал текст этого гнойного, полный текст, без купюр, я напечатал, там ни одного матерного слова, и там просто ты обалдеваешь, как много он знает, и как он легко оперирует этими понятиями, то есть он понимает, о чем он говорит, это не просто набор, который он из этого, из философского словаря взял список имен, им печатал, вот, поэтому сейчас все настолько сложно, жизнь меняется так быстро, что спрашивать меня о том, как, чего будет, не знаю, я говорю только про свою профессию, про профессию газетчика, я, естественно, к радиожурналистам отношусь с, как это сказать, ну, с некоторым высокомерием, потому, потому, что если то, что они говорят в эфире, напечатать на бумаге, многие из них, можно ужаснуться, как сто тысяч раз они повторяют одно и то же, как они восхищаются сами собой, веселятся, как прогноз погоды, который, надо сказать, сегодня 18, снег с дождем, условно говоря, Маша, а как ты думаешь, не пора ли нам рассказать о погоде? Да, Вася, давай, может быть, расскажем сегодня, все-таки нам погода, а какие приметы? Давай посмотрим в окно. Твою мать, вы чего мне тут делаете? Два притопа, три прихлопа. И примерно так же они и другие передачи ведут, и они буксуют ужасно. Есть очень известные радиоведущие, которые по сто тысяч раз повторяют одно и то же слово. Такое ощущение, что они с идиотами разговаривают. И есть, ну, не знаю, кто-нибудь слушает Эхо Москвы, значит, там появилась передача «Айтим». Четыре человека говорят с одним персонажем. И вот я услышал. Не так давно, значит, я не поклонник Собчак, но я ехал в машине, включил радио, и я попал прямо вот на этот «Айтим» с Ксенией Собчакой. Они говорили просто как подонки. Они вели себя как подонки. Они вели себя очень нечестно и грубо. Они передергивали, затыкали рот. ну, в общем, на меня это произвело ужасное впечатление. И потом я для проверки еще раз включил эту передачу. Вот, не помню только, с кем они говорили, но то же самое. Просто ужасно. Просто. Это никакая не журналистика, это никакое не интервью. это просто отвратительное затаптывание и пачканье. Ну, это... Ну, вообще-то вести себя надо прилично. Хоть бы и в эфире. Однажды я написал очень жесткую заметку. Сам что-то так заколебался. Она начиналась очень грубо. Первая фраза была «Вор и взяточник». А, извините. «Лжец и взяточник». Первая фраза статьи. Вот. И я позвонил этому своему другу, который для меня во многом пример безупречной журналистики, вот этот, швейцарский. И говорю, Эрик, вот, как ты думаешь? Он говорит, все очень просто. Если утром вышла твоя статья, а вечером ты где-то столкнулся с персонажем, тебя никто не заставляет протягивать ему руку, но ты должен смотреть на него совершенно спокойно. Ты написал точно то, что на самом деле. Тебе не надо краснить. да? Если он лжец и взяточник, ну что ж теперь делать? Кстати, я ничего не проиграл. На меня в суд подавал Чубайс, на меня в суд подавал Центразбирком, на меня в суд подавал Жириновский, Бу-бу-бу-бу-бу, Киселев, вот этот вот, земляне, который устроил концерт звезд Голливуда в пользу больных детей, а потом оказалось, что детям ничего не досталось. Ну вот. И ничего. Спасибо. Завершающий вопрос, если есть, если нет, то я позволю, может быть, ну давайте, только небольшой. Какие СМИ читаете? Какие СМИ вы читаете? Читаете или предпочитаете? Я вам скажу так. Читаете? Нет. Я давно уже не читаю никакие СМИ, я читаю конкретных людей. Значит, в новой газете есть Милашина, я ее читаю. И в новой газете есть, скажем, какой-то другой человек, я его не читаю, мне неинтересно. Ну просто неинтересно совсем, что бы он там не написал, о чем. То же самое в своей газете в МК. Я читаю очень немногих. когда-то я считал, и не только я, лучшей газетой России коммерсант. Но это было при прежнем владельце. Когда коммерсант перешел в руки Алишера Усманова, он очень быстро сгнил. Просто в никуда. Поэтому я читаю сейчас каких-то отдельных людей. Иногда это даже вовсе не журналисты. Я их вижу вот на сайте, на каком-то сайте. Я натыкаюсь на его текст, читаю, да. Например, иногда это Иларионов Андрей, экономист и бывший советник президента Путина. Иногда еще кто-то. Ну, есть много. Я не хочу просто перечислять, потому что сейчас надо заканчивать. Мне интересно мыслящие люди. Вот аналитики скорее, чем сообщатели новостей. Новости-то мы вот так получаем. А вот совсем недавно благодаря одному знакомому, который мне написал я посмотрел, потратил целый час, наверное, выступление Трампа перед Конгрессом. Ну, братцы, после того, как у нас его называли подряд несколько недель идиотом, значит, психбольным, тра-та-та, тра-та-та, все, все, он выступает перед Конгрессом без бумажки, аплодируют ему каждые полминуты и большей частью встают, аплодируя ему. Речь потрясающая. Кусок Конгресса, демократы, сидят злые, как собаки. Иногда показывают, она прямо вот, знаешь, губы стискивает, видно, как она катает желваки, так она ненавидит то, что он говорит. А он говорит, вот смотрите, еще нету года, как он инаугурация прошла, и сколько это уже триллионов инвестиций. Батюшки, мы-то все время говорим, вот, давайте инвестиции, давайте инвестиции, а вот он называет цифры реальных инвестиций, а вот это мы сделали там, а вот это мы сделали в Азархане, а вот это мы сделали это, а вот это мы сделали это. И они аплодируют, если бы он, как вам сказать, невозможно даже подумать, что он врет, потому что сидят конгрессмены, и сидит публика, и сидит пресса, он говорит то, что доказывается документально, и как говорит, конечно, он самовлюбленный, черт, но у него уже вот за год работы есть такие оказываются достижения, боже ты мой, поэтому даже не думайте ни про какой импичмент, этого не может быть, потому что Америка поднимается, он говорит, вот мы создали рабочие места, и называет цифру, охренеть, а вот Apple создал 20 тысяч рабочих мест, а вот завод мы перенесли из Китая сюда, и вот теперь американцы получили работу, это он просто перечисляет, я обалдел, доступно, на сайте, я увидел это на сайте Радио Свобода, с русским переводом, так, еще что хочу сказать, вот, очень много я вижу заметок у нас, люди пишут и публикуют, особенно вот сейчас в электронном, и у тебя такое впечатление, что человек, который написал текст, он его сам даже не прочел, там такие чудовищные ошибки, и не суразится, и вот я сидел в номере здесь, в Казани, и писал заметку про эту оперу, вот это я вычеркнул, вот это я вычеркнул, вот это я все переделал, вот это я все повычеркал, то есть, вот это я вычеркнул, мне жалко было, работа же вон сколько вот мне кажется что очень многие не знаю как все но очень многие относятся к тексту как-то уж очень неряшливо ну вот мне бы не хотелось чтобы люди так мыли посуду как они пишут заметки вот мне бы хотелось чтобы к эти дают тарелку но она чистая без сальных пятен и без присохшего чего-нибудь ну пожалуйста надо тексты все-таки приводить в божеский вид прежде чем публиковать это просьба зато как приятно читателю когда перед ним ставится чистая тарелка чистая ложка без губной помады стакан без чужой губной помад если это я взял с собой работать в гостинице значит попадался ли кому-нибудь текст который называется не мой онегин не мой онегин поднимите руку никто спасибо мадам значит вот вам век информации поздравляю это одно из шикарнейших доказательств что век информации понятие настолько размытое век информации про что первый вопрос и до кого она доходит вот эта газета мк но это верстка поэтому на черно-белые вот газета мк она выходит почти миллионным тиражом в москве и области ежедневная и она сайт имеет электронный и вот там два месяца публикуется текст не мой онегин вот один кусок это вторая часть целая полоса вот следующая часть часть третья начинается на 1 а потом извините целая полоса вообще без рекламы без подрезок целиком и вот таких полос вышло 10 штук вот тут они у меня в течение двух месяцев вышло 10 полос и это еще не конец это текст про евгения онегина почему называется не мой онегин объяснять я сейчас не буду это лучше вы прочтете если захотите но это же интересно что здесь сидят люди имеющие отношение к прессе а это напечатано в довольно популярной газете и и она вообще никто к никто не читал кроме вас но даже об этом и не слыхал это не подпольное здание не 10 экземпляров вручную размножили там на аксероксе это загадочная вещь если вы откроете на сайте мк не мой онигин то вы увидите что первую часть прочло не на этом 150 тысяч или больше вторую тысяч 70 а четвертую 250 тысяч я никак не могу понять а а пятую наверно 40 жми это загадка это чудовищно интересно для меня чудовищно неправильно пить бесконечно интересно как это получается что первое 150 а вторая 70 а третье я не знаю может 60 а четвертое 200 с лишним как этот вот разброс возникает и и вот еще одно удивление что нет ну если есть какие то вопросы это думаю что хорошую паузу повисло а она не мой онегин и здесь есть про онегина в котором находятся вещи не замечены никем за минувшие почти 200 лет ну сто восемьдесят пять спасибо огромное потрясающе интересно Спасибо.